Это все стекла, все высыпалось в салон на пассажиров, на детей. Под огонь 58-й маршрут попадает несколько недель подряд. В разных районах города неизвестно обстреливают автобусы. Водители уже боятся выходить на рейс. Ругаются, говорят, день не задался, что человек не заработал в этот день. Все, машина съехала с линии, соответственно, и семья у него пострадала. Раньше компания осуществляла перевозки только в Завьялово, Тюменцево и Калманку. В Барнауле перевозчик не работал. В конце прошлого года администрация объявила тендер на автобусный маршрут. По словам Ивана Соколова, его организация выполнила все условия конкурса. В машинах установили кондиционеры, видеорегистраторы, обновили автопарк. На сегодняшний день понимаем, что нас обстреливают из-за того, что мы выиграли конкурс. Они почему-то считают, что конкурс был недействительный или неправильный, но администрация посчитала все законно, все баллы мы заслужили легально, и мы вышли на этот рынок легально. Эксперты говорят, стреляли из пневматики. Даже такое оружие несет серьезную угрозу здоровью и жизни пассажиров. А перевозчик уже подсчитал свои убытки. Порядка 50 тысяч рублей ушло на восстановление стекол. И он уверен, что это еще не последний обстрел. Разобраться с барнаульскими гангстерами предстоит правоохранителям. Они уже начали проверку. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.